Судьбу Гоголевского моста решит суд. Прокуратура Петрозаводска требует закрыть путепровод на реконструкцию. В столице Карелии и ее окрестностях около 70 несанкционированных свалок. Нарушителей схватить за руку не удается. Нужен новый закон. Геометрия новая есть. История России. На что школы Петрозаводска потратят бюджетные миллионы, они решат самостоятельно. Обо всем по порядку совсем скоро. Новости на телеканале НЕКО+. В студии Анастасия Мячина. Здравствуйте. Карельские монополисты попали под особый надзор. Сегодня глава республики подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Федеральной антимонопольной службы России. В планах у участников соглашения добиться здоровой конкуренции на товарных и финансовых рынках Карелии. На встрече с главой республики Александром Худилайниным руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев положительно оценил прозрачность и открытость карельской экономики. По его словам, именно поэтому наша республика находится в числе пилотных регионов, подписавших данное соглашение. И тем не менее призвал к бдительности хитрый монополист не дремлет. Монополии во всем мире, они стремятся, к сожалению, примерно к одному и тому же. Они хотят увеличивать тарифы, они не очень хотят бороться с издержками, с их экономией. И даже самые просвещенные монополии всегда нуждаются в определенной прозрачности и требовательности по отношению к ним. Поэтому будем стараться сдерживать аппетиты этих монополий, а для этого есть все необходимое в нашем законодательстве. Александр Худилайнин сообщил, что в положительных результатах совместного предприятия не сомневается, тем более, что плодотворное сотрудничество карельского правительства и антимонопольной службы началось еще до официального соглашения. У нас сложился достаточно хороший диалог между представительством антимонопольной службы по республике Карелия, которую возглавляет Ензо Михайлович. Очень многие проблемные вещи благодаря антимонопольной службе нам удалось преодолеть. Подписывается соглашение о взаимодействии между правительством республики Карелия и федеральной антимонопольной службой. После подписания соглашения Игорь Артемьев встретился с карельскими чиновниками и прочел им познавательную лекцию о юридических тонкостях антимонопольного законодательства, а также напомнил слугам народа, как правильно искать подрядчиков и делать госзакупки, чтобы в итоге не заинтересовать своей персоной федеральную антимонопольную службу. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Прокуратура Петрозаводска требует закрыть Гоголевский мост на реконструкцию. Ходатайство уже отправлено в суд. Теперь, как сообщает информационное агентство РИА Новости, судьба путепровода зависит от решения судьи. В прокуратуре Петрозаводска заявили, что состояние моста с каждым днем становится только хуже. И речь идет не только о дорожном покрытии. Опорной конструкции это выглядит и разрушится. Аварийный Гоголевский мост – реальная угроза жизни людей. По словам представителей прокуратуры, реконструкция путепровода была необходима еще в 90-х годах прошлого века. То же самое показывали экспертизы, проведенные пять лет назад. Напомним, после первого судебного заседания с требованиями прокуратуры согласились и представители госавтоинспекции республики. При этом в ГИБДД неоднократно заявляли, что закрытие Гоголевского путепровода возможно лишь после завершения ремонта моста между Куковкой и Древлянкой. Его планируют сдать к 1 ноября. А уже в январе начнется ремонт улицы Чапаева. Без пути объезда мост не закрыть. Однако это уже решит суд. Напомним, на ремонт моста требуется около 2 миллиардов рублей, которых, как известно, нет в городском бюджете. Администрация планирует просить помощи у Министерства строительства республики, правительства Карелии и России. Кроме реконструкции, деньги нужны на расселение домов, которые находятся вблизи путепровода. Благоустроенное жилье необходимо предоставить жильцам 53-х квартир. Проект реконструкции моста сейчас на стадии согласования. Осталось найти деньги. По факту падения деревянной скульптуры на 8-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Возможно, ребенок, на которого обрушилась 300-килограммовая скульптура, пострадал из-за чьей-то халатности. Над этой версией сейчас работают сотрудники прокуратуры и следственного управления. Скульптура упала на ребенка 7 августа. Все произошло в тот момент, когда мальчик подошел к деревянному рыбаку, чтобы сфотографироваться. Так звучит версия родителей. Фактически до последнего времени ребенок находился в больнице. Все это время его родители пытались найти людей, виновных в происшествии. Изучив обстоятельства случившегося, следователи возбудили уголовное дело. В произошедшем усмотрели халатность. Как известно, деревянные скульптуры были установлены на набережной Петрозаводска во время одного из праздничных мероприятий города. После завершения праздника скульптуры никто не вывез, а временное ограждение куда-то исчезло. А дальше случилось ЧП. Следователи полагают, что организаторы мероприятия, на котором была изготовлена роковая скульптура, не обеспечили безопасность горожан. Иначе говоря, скульптуру следовало или прочно укрепить, или немедленно вывезти с набережной сразу после праздника. Ни то, ни другое сделано не было. Впрочем, личность человека, который может понести ответственность, правоохранители еще не установили. Мы продолжаем следить за судебным разбирательством по делу бывшего руководителя Госкомитета по делам молодежи, создателя музыкального фестиваля «Воздух» и образовательного форума «Гиперборея» Максима Мазуровского. После того, как были заслушаны показания больше сотни свидетелей обвинения, начались выступления со стороны защиты. Первым свидетелем со стороны защиты стал Михаил Курганов. На форуме «Гиперборея» он занимался технической стороной процесса и был начальником склада. Также Михаил централизованно закупал продукты для детей, а они, в свою очередь, сами готовили на костре. На форум приехало гораздо больше участников, чем предполагалось, и денег, выделенных Госкомитетом, едва хватало. По словам Михаила, иногда возникали ситуации, когда приходилось оплачивать дополнительные товары и услуги из своего кармана. Все было в последний момент, впритык, денег, можно сказать, почти хватило. Всегда было место подвигу. Лично я закупал посуду и выкладывал лично свои средства, как залог, который через месяц после события уже счет был оплачен. Я лично изготовил костровые наборы, 40 штук, а платили их мне тоже спустя месяц после события. Как рассказал суду Михаил Курганов, Мазуровский к деньгам не имел никакого отношения. Два дня Максим давал подробные показания о подготовке и организации форума «Гиперборея» в 2009 году. А также указал суду на имеющиеся в материалах следствия подтверждение того, что два основных подрядчика, индивидуальный предприниматель Шаглина и общество с ограниченной ответственностью Шоу Реал, не только выполнили все условия, предусмотренные госконтрактами, но и не понесли убыток. В этих показаниях главный обвиняемый ссылался не только на материалы, предоставленные следствием, а также на показания свидетелей обвинения. При выявленном в суде строжайшем соблюдении закона сотрудниками Государственного комитета по делам молодежи и подведомственного центра о каком злоупотреблении полномочий можно говорить? А если все расходы подрядчиков по данным государственным контрактам подтверждаются, а хищению-то откуда взяться? Всю нашу деятельность проверили вот под такой лупой. Хоть бы кто уже проверил эффективность расходования бюджетных средств при очевидной, на мой взгляд, фабрикации данного уголовного дела. Мы продолжим следить за развитием событий. Анастасия Мячина, Александр Борисов, телеканал НЕКО+. В Петрозаводске продолжается борьба с несанкционированными мусорными свалками. По словам сотрудников администрации города, в столице Карелии и окрестностях их около 70. Нарушителей схватить за руку зачастую не получается. Да и закон не на стороне муниципальных властей. Несанкционированные свалки в черте города – творение рук человека. Именно горожане сваливают мусор в лесах и парках, не желая заключать договор на вывоз отходов. Мусорит дешевле. Еще одна головная боль городских властей – мусор строительный. Его также легче вывезти в лесополосу, нежели заплатить за утилизацию на городской свалке. Да и по окончании работ строительные компании не обязаны отчитываться, как, когда и куда они вывезли мусор. В мэрии города уверены, необходимо принять наш республиканский закон, который обяжет утилизировать строительный мусор по всем правилам. Так уже поступили в других регионах страны. Сдал объект, отчитался, куда вывез мусор. Представители мэрии планируют еще раз обсудить законопроект с депутатами карельского парламента. Ну а пока закона нет, администрация города вынуждена тратить на ликвидацию несанкционированных свалок по 2 миллиона рублей в год. Это деньги из бюджета Петрозаводска. Вы смотрите новости на телеканале НЕКО+. Мы продолжаем. Большое обновление в школах Петрозаводска. На модернизацию образования выделена федеральная субсидия 100 миллионов рублей. Еще 5 миллионов добавил городской бюджет. 13 самых массовых школ, 3 гимназии, 5 лицеев и 5 общеобразовательных школ получили по 4,5 миллиона рублей. По 1,5 миллиона остальные. Школы самостоятельно решали, куда тратить деньги. Как ими распорядились в школе номер 36, увидел мэр города Николай Левин. Геометрия новая есть, история России. И еще с десяток наименований учебников по новым стандартам. Некоторые с дисками. К примеру, по литературе, где произведения начитаны известными актерами. Половину учебников в 36-й школе теперь родители не покупают. Со следующего года это бремя снимут и в начальной школе. С 2001 года фонд учебный вообще не пополнялся. И практически учебники все старые были списаны. В этом году уже на сегодняшний день учебников 1700. Обновились и полки с художественной литературой. Библиотеки стараются быть достойны своих учеников, которые и на перемене с книгой, а теперь уже электронной. Дети не согласны учиться по старинке, поэтому даже у первоклашек интерактивные доски и ноутбуки на каждой парте. А сами уже с компьютером вы умеете обращаться, да? Да! У меня дома есть! У меня тоже! Новое оборудование в кабинете физики. А швейные машинки отечественного производства опробовала и сама директора. В основном средства в школе номер 36 направили на новое оборудование и ремонт. Изменение вообще среды, по сути дела, обучения в нашей школе города Петрозаводска. 100 миллионов рублей – это серьезные деньги. Уровень образования в городе Петрозаводске очень высок. Еще не хватает некоторых, наверное, моментов, которые позволяли быть бы вообще, может быть, на голову выше, чем другие ученики в других регионах. В следующем году обновление продолжится. В том числе педагоги смогут повысить квалификацию, обратят внимание и на заработную плату. Все для того, чтобы ничего не мешало сконцентрироваться на самом процессе обучения. Юлия Кучеренко, Ярослав Березин, телеканал НИКО+. И это все новости на сегодня. После блока коммерческой информации вас ждет программа «Трэнди Брэнди». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. 16 октября в Медвежегорске состоялось официальное открытие нового офиса «Про-Бизнес-Банка». Банк предоставляет широкий спектр услуг частным лицам. В расположенном в центре города офисе «Про-Бизнес-Банка» каждый клиент сможет разместить вклад или оформить кредит. Помимо этого «Про-Бизнес-Банк» помогает жителям города решать ежедневные проблемы и нужды, осуществлять денежные переводы, производить обмен валют и осуществлять коммунальные платежи. Мы единственный банк, который верит клиенту на слово. Вам не нужно собирать справки и искать поручителя. Просто скажите, какой у вас доход, и вы получите нужную сумму. Где еще в нашем городе вы сможете взять кредит наличными без подтверждения дохода? Только у нас, только в «Про-Бизнес-Банке». Главная задача нового офиса – это максимально быстро и комфортно решить проблему клиента. Высокий уровень сервиса, качество обслуживания и доступность кредитов – весомое преимущество «Про-Бизнес-Банка». Новый офис «Про-Бизнес-Банка» ждет своих клиентов с 9 до 19 часов по адресу Медвежегорск, улица Дзержинского, 7, телефон 50495.